Барев здесь на первом крымском программе Барев все об Армении и армянской диаспоре. Человек, о котором сегодня пойдет речь, стал первым из российских актеров, который вошел в книгу рекордов Гиннесса по количеству сыгранных ролей. Он происходит из старинного рода тифлистских армян, а его дед был профессиональным тамадой. 3 октября один из великих актеров отечественного кино отметил 80-летний юбилей. Он играл и положительных, и отрицательных героев, сыщиков и бандитов в комедийные и серьезные роли, и неизменно с успехом. Армен Джигарханян – самый снимаемый советский актер. Любителям театра запомнилась его работа на сцене. Ныне Армен Борисович руководит коллективом талантливых единомышленников в театре своего имени и активно участвует в интересных творческих проектах. Это величайший, причем вот я так скажу, русский актер армянского происхождения. Причем, поскольку кино – это искусство, рассказывает человеческие истории, то в основном все пляшется во всех человеческих историях вокруг архетипа героя нашего времени и героини нашего времени. Армен Борисович – это патриарх вообще образа харизматичного мужика. То есть человека, которого много, который олицетворяет собой жизненную энергию, который какие бы образы ни играл, положительные и отрицательные, его так много, что в принципе, вот если так вот взять, зажмуриться и вспомнить весь русский советский кинематограф, то там таких столпов по пальцам рук. То есть это архетип мужчины, который олицетворяет и связь времен, и мужскую энергетику, и целеполагание, и то, каким надо вырасти, родиться, воспитаться, чтобы быть таким. Джигарханян родился 3 октября 1935 года в Ереване. Его воспитывал отчим, с которым у мальчика сложились самые теплые отношения. Армен рос в русскоязычной среде, учился в русской школе и с одинаковым старанием постигал азы армянской и русской культур. Будучи еще школьником, Джигарханян увлекся театром и кино, а после окончания школы отправился в Москву и пытался поступить в ГИТИС, но неудачно. Вернувшись в Ереван, будущий великий актер устроился на киностудию «Арменфильм» помощником оператора, а уже в 1954 году поступил в Ереванский художественный театральный институт. На сцену актер впервые вышел в январе 1955 года, а в кино дебютировал в 1960 году ролью окопа в фильме «Обвал». Всесоюзную известность Армена Джигарханяну принесла одна из лучших его киноролей молодого ученого-физика Артема Манвеляна из картины «Здравствуй, это я». Выпей кофе. Сядь, ну че ты все ходишь, садись. Как хорошо, что ты пришел, Артем. Я рад. Надолго в Москву? Месяца на полтора, пока не добьюсь ускорителя, не уеду. Вскоре после выхода этого фильма последовали новые интересные работы, демонстрирующие широту актерского таланта и мастерство перевоплощения. Она думает, что мне нужен ее поцелуй. Мне нужны ее миллионы. За время работы на киностудии не сталкивался. С точки зрения того, какой авторитет, какая репутация, какой патриарх, вот все, кто приезжал сюда из Москвы, все просто преклоняются, как перед божеством. Господи. Не-не. Я понял. Понял. Официальный актер был женат дважды. От первого брака с актрисой Ереванского русского драматического театра Аллой Ивановской у Армена Жигарханяна была дочь Елена, ушедшая из жизни в результате несчастного случая в возрасте 23 лет. Армен Борисович до сих пор тяжело переживает эту трагедию. Подлинное счастье Жигарханян постиг в браке с Татьяной Власовой. Брак продлился 40 лет, но совместных детей у них не было. Актер развелся со своей второй женой, а в начале 2015 года стало известно, что Армен Жигарханян живет вместе с музыкальным руководителем Московского драматического театра Виталиной Цымбалюк-Романовской, которая младше артиста на 47 лет. Даже его любовная история последняя, на секундочку, это тоже жизнеутверждающее, что-то такое, что вообще космос на самом деле. С точки зрения мужика это очень важно. То есть вот эта вот энергия, которая его так много, она же не убывает. И счастья, здоровья и долгих лет жизни. Еще детей, внуков там, ну и все, что там прилагается. За большой вклад в развитие советского искусства Армен Жигарханян был удостоен звания «Народный артист СССР» и награжден многими правительственными наградами. Всего Жигарханян сыграл более 250 ролей в кино и телефильмах. На его счету разноплановые роли в фильмах лучших советских и российских режиссеров, в лентах различных жанров, в комедийных и приключенческих картинах, в драмах и музыкальных фильмах. Армен Жигарханян занесен в книгу рекордов Гиннесса как самый снимаемый российский актер. И этот факт в своей шутливой эпиграмме отразил Валентин Гафт. Гораздо меньше на земле армян, чем в фильмах, где сыграл Жигарханян. Продолжаем нашу программу. 18 октября в Симферополе состоится гала-концерт, посвященный Дням армянской культуры в Крыму. Чтобы узнать, как проходит подготовка к мероприятию, где и когда состоится праздник, мы встретились с одним из его организаторов. До гала-концерта, посвященного Дням армянской культуры, остались буквально считанные дни. Готова ли сегодня армянская национально-культурная автономия к мероприятию? В основном все готово. Мы смогли заранее заключить и договора. Но это делается сейчас немножко по-другому. Но остались некоторые детали уточнить. Начинаю с оформления сцены и заканчиваю приемом гостей. Иван Вацгенович, если мнение изменяет память, Дни армянской культуры в Крыму проводятся с 1993 года, будучи уже в составе Российской Федерации. Есть какие-то изменения в проведении Дни армянской культуры в Крыму? Дни армянской культуры в Крыму проводились еще раньше, потому что были дни, посвященные Айвазовским. Это еще было в 1990 году. Если не ошибаюсь, даже в 1989 году проводились дни, посвященные Александру Спиндярову. А с 1994 года они проводятся регулярно, каждый год. И тогда у нас была возможность приглашать из Армении много артистов, знаменитостей. Но через некоторое время, так как финансирование сократилось, нам приходилось уже Дни армянской культуры проводить своими силами, силами только наших исполнителей. Это, конечно, дало толчок тому, чтобы мы уже подготавливали свои кадры. В этом году наши Дни армянской культуры отличаются тем, что мы снова приглашаем наших друзей выступить на нашем концерте. Это, в частности, ансамбль «Они» из Ростова-на-Дону. Это муниципальный ансамбль донских армян. Будет также ансамбль «Звартноц» из того же Ростова-на-Дону. Будут исполнители и из Сочи, из Краснодарского края. Мы надеемся, что это придаст определенную красоту нашему концерту Дни армянской культуры и поможет избежать однообразия. В прошлом году уже в составе Российской Федерации в первый раз было полное финансирование нашего гала-концерта, наших Дней армянской культуры. То есть это и сцена, и оформление сцены, и полиграфия. И, конечно, мы смогли провести этот День армянской культуры в прошлом году, посвященный 25-летию Крымского армянского общества, с большим шиком. Гала-концерт всегда был завершающим этапом Дней армянской культуры в Крыму. В этом году, я так понимаю, это начало. Какие мероприятия еще в планах? В этом году есть особенность. Это то, что мы не закрываем неармянской культурой, а начинаем с гала-концерта, скажем так. Ну, наказание пройдет, конечно, фестиваль Армения Маритима в Ялте. Фестиваль, давайте напомним, Армения Маритима будет состоиться в Ялте 17-го числа, после чего уже 18-го здесь, в Симферополе, концерт Дней армянской культуры. Ну, основные мероприятия Дней армянской культуры проходят в городе Симферополе. Здесь, кроме гала-концерта, намечаются также презентации, презентации книг, в частности, Лига Майрик выпустила свою очередную брошюру. Конечно, будут музыкально-литературные вечера, которые будут организованы нашим союзом крымских армянских писателей. Союз крымских армянских художников, конечно, нас порадуют своими новыми картинами, новой экспозицией. Они же будут выставляться и в Ялте, на набережной Ялты, во время фестиваля Армения Маритима. Ну, и, конечно, спортивные мероприятия, масса спортивных мероприятий, которые в основном организует наша молодежь, а также десятилетия Комитета армянской молодежи Крыма, который тоже проходит в этом году. А кому и чему посвящены Дни армянской культуры в Крыму 2015? Дни культуры в 2015 году, скажем так, не посвящены конкретному человеку, конкретной личности. Они проходят под общим названием Армения Маритима, морская Армения. Так называли в Средние века генуэзцы, юго-восточную часть Крымского полуострова, так как там жило много очень армян, и они и купцы, и торговцы, и с ними, конечно, контактировали именно генуэзцы. Там были, конечно, и военачальники, и ремесленники. И, естественно, такое название было оправдано в некотором роде. Поэтому мы решили в этом году назвать общее наше мероприятие как Армения Маритима. Ну и для тех, кто хочет присутствовать на концерте, побывать на празднике, расскажите, когда, где он состоится, в свободный ли вход? О фестивале Армения Маритима мы уже сказали. Это 17-го числа на набережной Ялты проходит практически весь день. А галоконцерт Дни армянской культуры пройдет 18-го октября в 12 часов дня, это воскресный день, в нашем музыкальном, драматическом театре Республики Крым, бывший украинский театр. И мы приглашаем всех наших садочечников присутствовать на этом интересном концерте. И в этом году мы хотим сказать, что все мои друзья, которые мы, в моем городе, и в Москве, которые мы хотим вернуть в хорошем работе, в Лени Ина Хасциев. И мы хотим вернуть в хорошем работе, чтобы вывести в хорошем работе, в хорошем работе. Итак, дорогие друзья, в ход по пригласительным билетам. 18-го числа приходите в Крымско-армянское общество на улицу Ленина 9 и получите наши пригласительные билеты на галоконцерт. Будем надеяться, что концерт пройдет организованно, весело и станет настоящим праздником для всех участников и гостей мероприятия. Я думаю, что армяне Крыма давно ждут какого-то такого большого события, где можно сплотиться, объединиться, поговорить, рассказать, обсудить. Ну а наши телезрители смогут увидеть, как прошел концерт, посвященный Дням армянской культуры, уже в следующих наших выпусках. Вы смотрели программу «Барев», а я благодарю за сотрудничество магазин «Андретан». «Андретан» – одежда, которая приносит удачу. Удачи и до встречи в крымском эфире ровно через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова